Смотрите Коведи Клаб каждую пятницу в 21.00 на ТНТ и запомни, таблетки могут быть не только мощными, но и вкусными. Если это Тантум Верде, они помогают снизить боль в горле и убрать воспаление. Тантум Верде всего три таблетки в день против воспаления и боли в горле. Выбери свой любимый вкус. Опа! Привет, ребята! Здравствуйте, девчонок! Ай, хорошие какие! Супер! Классно! Телезрители не знают, но я каждый раз перед началом съемки Камеди выхожу, прошу, пожалуйста, выключите телефоны, не снимайте, не отвлекайтесь, ни в коем случае не снимайте. И всегда находится одна девочка, которая... Все должны видеть, что я на Камеди. Я не зря уезжала, лопни Сызрань, лопни Сызрань. Сдохли Лена, сдохни Катя, сдохни Лена. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Надо признать, девочки, очень любите фунтоваться в соцсетях. Ну, мы вас понимаем, эти аплодисменты вам, да, вам, конечно, все надо сфоткать, все надо выложить, цветы, украшения, ногти, машины, еда, все. Все, мой личный топ, знаете кто? Это те, кто вдруг неожиданно начали вести Инстаграм на английском. Типа, она в какой-то момент, бах-бах-бах, блин. Типа, я на нем так много думаю, что в какой-то момент не заметил, что я writing post-it in English, а? Кого вы пытаетесь обмануть? Вы видели профиль этих девочек, да? Вы понимаете, кто им пишет в директ? Веди, блин, сразу на турецком, че ты, а? Веди на турецком сразу. Из-за тебя в это время в Стамбуле какой-то Мустафа со стояком в переводчике. Impossible, что значит? Кто такой impossible? Вы видели, у этих девушек никогда не бывает день рождения, у них B-Day. Запомните, B-Day, это где моют жопей. Вот эти вот посты, вы знаете, покажите, пожалуйста. А, смотрите. Best B-Day ever. И смотрите, геолокация. Нижневартовск. Все же знают, Нижневартовск это capital of the Great Britain, да? Посмотрите, сколько сзади сноу. Под ним наверняка док-шит. Вы понимаете, что это англичанка, запертая в теле девочки из Нижневартовска, а? Есть такой тип женских понтов, когда она такая, она, она летящая. Она такая воздушная. Она такая, как космос. Она что-то между мечтой и долбанько. Такая, типа, догадайся, что я имела в виду. Она шла, ей понравилась тень от зонта на пешеходном переходе. Она щелкнула, выложила, а ты, блин, думай. А ты думай. И у нее все фотки такие, какие-то рассыпанные зерна. Пятиугольный карниз, капля пота на собаке. У моего батя были такие фотографии, когда он в телефоне разбирался первый раз вообще. Там тоже там ноготь, пупок у него, часть прихожей, глаз матери вот так крупно. Получается, батя, ты летящий. Но у бати есть веская причина. Он все это сделал случайно, все эти фотографии. Кроме глаза матери, там ячмень, пипец такой был вообще. Слушайте, и у таких девушек, у летящих, у них, если есть фотография в профиле, она всегда выглядит вот так. Эвелина Размытого, Виолетта Нечеткого, посмотрите на нее. Посмотрите, все плывет, все под каким-то странным углом. Так видит мир Джиган. Есть еще такой вид понтов, когда девушка выкладывает пост в трусах и пишет, отвечу на ваш вопрос. Там никаких вопросов вообще. Там только коплеветы. Ты милашка, ты богиня, ты красотка. So pretty girl, come to Стамбул. Только это, конечно. Никому не интересно, что ты ответишь. Я понимаю, если бы Песков выложил фотографии в трусах, отвечу на вопросы. Там бы ему настрочили вообще. Конечно. Я бы уверен, первый коммент был. Ого, и усики, и трусики. И где-то среди всех комментов Ирдоган. Come to Стамбул. Хуже этих опросниц девушки, которые подводят итоги года, которые пишут. Хотите знать, как прошел мой год? Нафиг нужен твой год. Там идеальные итоги года всегда. Я посетил 16 стран, я прочитал все книги на букву Н, я стала за год мамой девяти прекрасных дочек. Я выучила язык древних тхаков. Я получил диплом по хьюман дизайну и курсы по гистальде. Если бы у мужа были итоги года, он бы написал, год закончись, я заколебался это оплачивать. Честное слово, правда. Самое главное, это же все в районе. Никто не пишет честные итоги года. Никто не напишет. За год раскабанело, как свинота просто. Смотри, из колготок жопа на полу лежит. Смотри. Такого не было. Никто не напишет. Выплачиваю кредит за марафон желаний. Мое желание выплатить кредит. Никто не пишет. Оказывается, не все арабы шейхи. В Египте меня трахнул бармен. Из Минска. Никто не напишет. Конечно. Что за бонт выкладывать авиабилеты, а? Вспоминайте классическая фотография. Лежит паспорт, торчит посадочный такой размытый аэропорт и написано «Снова приключения». И ты всегда видишь только часть билета, где написано «Москва, Тюмей». А дальше загадка. Куда она летит? В Тюмехико? Тюмельбу? Тюмерика? Куда? И если это не бизнес-класс, никогда не видно места там вообще. Потому что там 146G какое-нибудь место. Она не просто у туалета, она за туалетом. Ее просто веревкой за хвост привязали. И она «Я летящая» делает эти фотографии свои. Конечно. Слушайте, а что за тема девчонки понтоваться с завтраками? Типа «Я красивая, я проснулась сразу накрашенная, жру яйцем». Ну-ну-ну, завидую. Что бы вы ни делали, вы все не дотягиваете до верховной жрицы завтраков. Королева утренних ням-ням. Яна, сдохните все от зависти, Рудковская! Ребята, посмотрите, как все богато, да? На этих фотках самое недорогое — Гном Гномыч. На самом деле, Гном Гномыч отличный парень. Я тебе передаю пламенный привет. На всех завтраках, посмотрите, стол сервирован на одну персону. И что-то мне подсказывает, что Гном Гномыч пошел на тренировку голодный. Слушайте, что вы понтуетесь с завтраками, девчонки? Вот эта вот тарелка, яйцо пашот, рядом авокадо. Авокадо, мне кажется, это фрукт для понтов вообще. Мне кажется, до Инстаграма авокадо не было. Его придумали, чтобы понтоваться, да? Да, да, парни знают это, конечно. Девочки, авокадо — максимально нефотогеничный фрукт. Ну, вспомните, как выглядит авокадо, как будто огурец трахнул грушу. Что такое вообще? Ну, я понимаю, почему авокадо популярен. Звучит очень красиво. Как вот Гуччи, Мальдива, Апероль. Авокадо. Вы любите ушами, вам нравятся красивые слова, понимаете? Поэтому в Инстаграме никогда не будет популярна алыча. Слово плохое. Алыча — это что-то такое-то, вот когда ты в майке такой идёшь, а у тебя из-под мышек немного алыча такая-то. Слушайте, ну и самое главное, все девочки в соцсетях летают исключительно на бизнес-джетах. У каждой есть вот такая вот фотография. У каждой. Бизнесвумен летит в Дубай. Сменить предыдущую бизнес-вумен, потому что та стёрлась уже. Я смотрел на эту фотографию и думаю, что такое грустное выражение лица? Это бизнес-джет. Я пару раз летал в бизнес-джете в своей жизни. Я как ребёнок радовался, вы не представляете. У меня улыбка была вот такая вот. За неделю до и неделю после. Просто бизнес-джет. Я там один. Я просто, я у прохода, я у окошка, я у прохода, я у окошка. У прохода, у прохожка. Шампанское всё, шампанское мне давай. Конфетки, дай сюда конфетки. Я к туалету каждые две минуты подходила. Кто-нибудь есть в туалете? Конечно, никого нет в туалете. Я один. Бизнес-джет. Это бизнес-джет. Ой. Но потом я понял, почему у неё такое грустное лицо, ребят. Потому что это не самолёт. Это фотостудия. Посмотрите, всё совпадает. Кресло, стол, иллюминаторы, отделочка, всё. Вы понимаете, что она сидит вот в этом кресле и смотрит обратно на дверь в нищету. Это новая модель самолёта. Друзья, это наебоинг 747. Реально, смотрите. За жёлтым диваном заканчиваются самолёты, начинаются мытищи. Но всё это чушь, потому что есть самый крутой пот в соцсетях. Это мальтипу. Знаете мальтипу? Маленькие эти собачки, которые живут как раз ровно сториз. Как раз 15 секунд её, давай новую мне как раз. Кто не знает, это вот эти собаки. Да. Вот эти вот собаки. Ладно, хрен с ним. Вот эти вот собаки. Да, ребята, и на мою семью обрушилась мохнатая беда. Раньше на месте собаки был я. Вообще, если честно, облизывать Лисян моя работа. Лисян, я люблю тебя, а ты любишь какую-то вывертую варежку. Ну, если честно, посмотрите, она настолько милая, да? Её даже не ударишь. Ещё и собаку купила себе. Нет, честно, это лапочка наша. Я тоже её люблю, но я не делаю из неё контент. У меня нет желания куда-то её выложить, кроме Авито. Свежее объявление, ребят, давай быстрее. Девочки, честно, я понимаю, что женские понты в соцсетях — это очень важно. Поэтому в финале для ваших соцсетей запишу видео, где вы максимально будете крутые. Доставайте телефоны, доставайте телефоны, доставайте, доставайте все. Включайте. Включили? Поехали. Так, кто снимает это видео, лучшая женщина на этой планете. Она летает на бизнес-джете. Она спит в кровати с чёрной икрой. Она сама заработала на машину, а муж насосал. Она самая красивая, а все её подруги — жабы. Девочки, всего вам хорошего. Будьте такими, какие вы есть. Мы и так вас любим. Всем хорошего вечера. Пока! Жизнь не от зарплаты до зарплаты. Ни хрена себе. А от «Ребят, я не в курсе». До «Понять и простить». Ты напился чай и спаси. Ты чуть не убил Григория Лепса. Ты угнал самолёт. Что нам с тобой делать, а? Ну чё, понять, понять, понять и простить, простить, простить. Никаких понять, никаких простить. Нету! Бородач. С понедельника по четверг в 10 вечера на ТНТ. Субтитры сделал DimaTorzok